Всем большой привет! Давно меня подписчики просят показать, как я готовлю чебуреки. Конечно, для своей семьи я их готовлю довольно часто, и вот настал тот день, когда готовлю я их для вас. Чебуреки получаются сочные, хрустящие, пузырчатые. В общем, делюсь своим любимым рецептом. Оставайтесь со мной. Для приготовления чебуреков я раньше использовала разное тесто, и пельменное, и заварное. Но как только я попробовала приготовить их в таком варианте, готовлю теперь только так. Уже и всех друзей, всех подруг и знакомых научила. В общем, рецепт проверенный. Берем воду 250 мл, вода кипяченая, охлажденная. Отправляем в глубокую миску. Все очень просто. Добавляем в воду соль, пол чайной ложки. Все продукты, их количество, я укажу в описании под видео, поэтому туда обязательно загляните. Уксус 9% добавляю обязательно. Что я заметила? При добавлении уксуса тесто получается более эластичное. Его легче раскатывать, и чебуреки получаются пузырчатые. Немного растительного масла отправляем сюда же. Все это сейчас можно перемешать. Рецепт на самом деле очень простой, его очень легко запомнить. Я беру воды 250 мл, муки беру 500 г. То есть пропорции 1 к 2. Воды и муки. Мука просеянная. Отправляем ее в воду. Не всю, сразу же немножко оставляем и начинаем перемешивать. Мука бывает разная, поэтому всю я ее сразу не добавляю. Добавляю примерно грамм 420. Вот здесь немного муки оставила. При необходимости буду понемногу подсыпать. Теперь отправляю на рабочую поверхность. И начинаю замешивать тесто. Сейчас вмешаю всю муку. И постепенно буду добавлять то, что у меня осталось. Будем следить за консистенцией. В итоге, впрочем, как и всегда, мука у меня ушла вся, 500 г. То есть пропорции муки и воды 1 к 2. Но обычно, знаете, бывает плюс-минус 20 г, не больше. Теперь добиваемся однородности теста. Продолжаем его вымешивать. Посмотрите, какое в итоге получается тесто. Оно совсем не липнет к рукам. Но при этом достаточно мягкое. Тесто убираем теперь в мешочек. И ему нужно обязательно отдохнуть. Хотя бы 15-20 минут. Я убираю в мешочек тесто и в холодильник. А тем временем приготовим начинку. С начинкой все тоже очень просто. Вы можете использовать фарш, тот, который пожелаете. Я люблю готовить чебуреки на говяжьем фарше. У меня сегодня говяжий фарш. Я его перекручиваю через крупную сетку. И лук. Лука мы берем тоже достаточно много. Лук, естественно, репчатый. Лук я люблю резать. Хотя можно прокрутить его также через мясорубку вместе с мясом при приготовлении фарша. Но мне нравится именно лук порезать, порубить. На мой взгляд, чебуреки получаются вкуснее и сочнее. Знаю, что лук любят не все, но у нас с этим проблем нет. Если вы лук не любите, то пропустите его вместе с мясом через мясорубку, либо пюрируйте. Лука должно быть достаточно много, чтобы чебуреки получились сочными. Лука берем примерно столько же, сколько и фарша. Лук отправляю в миску с фаршем. Я его еще порубила после того, как порезала. Что я делаю дальше? На лук я высыпаю соль. Из специй добавляю свежемолотый перец. У меня смесь перцев. Можно только черный молотый перец взять. И добавляю молотый кориандр. Это все. Кто-то добавляет зиру, я ее не добавляю в чебуреки. Теперь беру вот так лук и разминаю его руками, чтобы он отдал как можно больше сока. Пока без фарша, просто со специями. Лук становится мягче. Посмотрите, уменьшается в объеме. Дает много сока. И благодаря тому, что он стал мягче, он быстрее приготовится. И вот теперь, когда мы помяли лук, его можно уже перемешать с фаршем. Для удобства я фарш переложила в другую емкость, чтобы легче было размешивать. И смотрите, когда я готовлю хинкали, манты или чебуреки, я обязательно в фарш добавляю воду. Вода кипяченая и охлажденная. Для чего я это делаю? Не экономии ради, а для того, чтобы готовое изделие получилось сочным. Фарш должен намазываться на тесто, а не лежать в тесте, как котлета. Итак, добавляем по чуть-чуть воду. По чуть-чуть. И начинаем вмешивать. Сразу же можно еще добавить. Все тщательно перемешиваем. Либо ложкой, либо руками. Фарш до определенного момента воду себя впитывает. Я буду добавлять еще, потому что еще, видите, фарш густоват. Добавляю. Количество воды зависит от сочности лука. Также, если лук у вас сочный, тогда воды придется добавлять меньше. Но не игнорируйте этот прием, потому что при добавлении воды чебуреки получаются невероятно сочными. Смотрите, какой в итоге получается фарш. Он не лежит одним комком. Он легко намазывается. На 500 грамм фарша я обычно добавляю 150-100 миллилитров воды. Все зависит от сочности лука и от того, какой вы фарш используете. Все, начинка готова. Тесто отдохнуло. Начинка тоже готова. Сейчас мы тесто немножко подмешаем. Тем временем я ставлю на плиту сковороду. В сковороде у меня уже налито масло. Ставлю разогреваться на среднем огне. Масла должно быть достаточно много. То есть чебуреки должны жариться практически во фритюре. То есть они должны плавать в масле. Итак, на рабочую поверхность сейчас насыпаю немного муки. И подмешаю тесто. Оно стало мягче сейчас, видеть какое. И с ним будет очень легко работать. Слегка его подмешаем. Я для удобства тесто делю на две части. Каждую из частей раскатаю в жгут. И разделю на порционные кусочки. Количество кусочков зависит от желаемого размера ваших чебуреков, от диаметра сковороды. Поэтому регулируйте этот момент самостоятельно. Масло уже разогревается, но еще недостаточно. Я сразу же все чебуреки не леплю. Я их раскатываю и формирую непосредственно перед жаркой. Потому что фарш у нас содержит воду. Если сформировать все чебуреки сразу же, то тесто будет раскисать. И впоследствии, когда вы будете жарить чебуреки на сковороде, они будут лопаться, протекать, все будет брызгать. Поэтому это нам не нужно. Далее берем небольшой кусочек теста. Остальные кусочки я накрыла мешочком, чтобы они не подсыхали. И начинаем раскатывать. Раскатываем достаточно тонко. Тесто раскатываем от центра к краю, чтобы у нас лепешка так называемая получилась равномерная по толщине. Тесто очень легко раскатывается. Посмотрите, какое оно получается равномерное по всей толщине. Теперь что мы делаем? Берем какую-нибудь тарелочку, так сказать, для трафарета. И будем вырезать ровно. Можно ножом, можно вот таким приспособлением, как у меня. Начинку перемешиваем перед каждой, так сказать, закладкой на чебуреки. Берем, примерно я беру столовую ложку начинки. Перекладываю на тесто. Не забываем сделать отступ у края, чтобы чебуреки у нас хорошо залепились. И размазываем начинку. Она не должна быть толстым слоем, то есть не должна лежать котлетой. Вот так размазываем достаточно тонко. Накрываем второй половиной теста. Вот так. И начинаем залеплять края. Я сначала слепляю их руками. Затем еще буду помогать вилочкой. Для надежности и чтобы чебуреки получились у нас симпатичные. И я еще по краю вот так слегка прохожусь вилочкой. Можете это делать, а можете этот шаг пропустить. Как я проверяю, достаточно ли разогрето масло. Ну, во-первых, у меня на сковороде есть датчик, она показывает, какой нагрев. Ну, а во-вторых, беру небольшой кусочек теста, отправляю в масло. Если тесто сразу же начинает всплывать, ну, вот, собственно, как у меня, значит масло уже достаточно разогрелось. Огонь делаем не сильный, средний. Я жарю по два чебурека, но здесь, смотрите, в зависимости от того, каким размером у вас сковорода. Опускаем чебурек. У меня два спокойно входят, и их будет легко переворачивать. И второй тоже. Вот так. Сразу же начинают всплывать. Смотрите, как пузырится тесто. Пока обжаривается первая партия, я быстренько леплю вторую. Я еще, знаете, что делаю? Когда чебуреки всплывают, начинаю вот так поливать их маслом. Посмотрите сразу, сколько пузырьков образуется на поверхности. При этом они быстрее готовятся. Видите, какие чебуреки получаются? Пузырчатые. Пузырчатые и очень хрустящие будут. Чебуреки слегка подрумянились с одной стороны. Переворачиваем. Видите, они надуваются. Нам не нужно, чтобы чебуреки лопнули. Аккуратно переворачиваем на другую сторону. И тоже слегка подрумяним. Доводим до готовности. При необходимости можно еще раз перевернуть. Готовые чебуреки перекладываем на блюдо. Можно переложить их на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Посмотрите, какие они получаются пузырчатые. Сейчас немножко остынут, и будем пробовать. Смотрите, какие получаются чебуреки. Посмотрите, какие они пузырчатые. Еще очень горячие. Они хрустящие. Я хочу все-таки разломить. Слышите, как хрустят? Ой! И показать, какие они сочные. Видите, сколько сока? Ну, потрясающе. Обязательно попробуйте приготовить чебуреки в таком варианте. Я уверена, что у вас все получится и вам понравится. Всем желаю приятного аппетита. Ну, а я пошла жарить дальше и снимать пробу. Смотрите.